Веспа Эдгар тем временем Ее кастеты то и дело сталкивались с его стальными перчатками, высекая искры и создавая невообразимый шум Думаю, что он справится с ней сам, если только мы займем делом ее людей Проблема в том, что нас всего четверо, а их два десятка «Эзра!» — крикнула я «Берем на себя троих, остальных оставим Веспиан!» «Поняла детектив!» — кивнула она Я прикусила трубку У меня в распоряжении три типа дыма Красного с обычным физическим уроном может и не хватить данной ситуации Что касается ментального урона или гарантированного их устранения Мне это подходит Я выдохнула лиловый дым, ставший шипастым кнутом А затем стяганула двух солдат, ринувшихся к эзре Как мастерски овладею этим оружием, не имеет никакого значения Куда важнее то, что я мысленно представляю себе В данном случае это были крепкие оковы Повинуясь моим мыслям, кнут впился вплоть солдат, накрепко обернувшись вокруг их тел «Эзра! Сейчас!» — крикнула я «Есть!» — Эзра взмахнула молотом и размазала обездвиженных противников Она тут же замахнулась на следующего, но тут ловко заблокировал ее удар прикладом своего ружья Битва затянулась, и ни одна из сторон не могла одержать верх Я мельком взглянула в сторону Виспы и отметила, что он тоже никак не может добить своих противников Однако все, что нам нужно, это как раз эта заминка «Да поразят же пули любую цель!» — раздался торжествующий голос стрелкам Он закончил приспосабливать их пули под свои нужды Затем стрелок начал выпускать их одна за другой Некоторым удавалось уклониться, но пуля, как и было обещано стрелком, так или иначе, рано или поздно, настигала их Солдаты замирали один за другим Последняя досталась капу из-за бель «Вот значит, как вы разобрались со мной!» — хмкнул Эдгар «Теперь можешь делать с ними, что хочешь!» — кивнул я ему Едва я закончила фразу, как ближайший ко мне солдат упал с дыркой в груди Пули уже начали поражать тех, кто не справился с испытанием Эдгар молча смотрел, как они падают один за другим «Ладно, я разберусь с этим», — мрачно сказал он «Если кто-нибудь останется?» — этот человек — стрелок из тумана «Что вы будете с ним делать?» «Мы забираем его!» — просто ответила я Эдгар криво улыбнулся, а затем мощным ударом размазал голову из-за бель «Мне кажется, или как раз такие посмертные ранения я и видел на телах моих товарищей из ассоциации!» — делая Вита спросил он «Я положил руку на лоб» «Точно» Те корректировщики, трупы которых мы нашли у мастерской, не были убиты синдикатом Судя по всему, это как раз сделал стрелок Следовательно, нужно принять единственно правильное решение в этой ситуации «Мы всегда можем вернуться к преследованию искажений позже!» «Пока что хватит и сохранения наших жизней!» «Раз так, то можете забирать его, если обещаете, что мы будем в расчете!» Устало ответила я «Мозес!» Наклонил голову Эдгар «Предпочитаете не выбирать сторону?» «Вы всегда действуете, не сковывая себя моралью, понятиями добра и зла, все ради конкретной цели!» «Если так, то вы явно тот человек, который не остановится ни перед чем, пока не получит то, чего желает» «Вы серьезно?» Взволнованно спросил стрелок «Вы действительно готовы вот так вот от меня избавиться?» «Меня интересует лишь задача, которую нам поручила Диас» «Только и всего, помощь стрелка в этом деле вовсе не обязательна» Вдруг мой протез завибрировал и мигнул светом Хан Хи Джун Наконец решил связаться со мной «Доктор Мозес!» Тут же раздался его голос, едва я приняло вызов «Кажется, я догадываюсь о вашей текущей ситуации» «Мне казалось, или связь в этом месте накрылась?» Послышался голос Эдгара, наполовину удивленный, наполовину мрачный «Должно быть отчасти он поражен наличием технологии, которая могла бы помочь его людям вовремя запросить помощь в этом тумане» «Леди Диас передает вам, что она разберется с последствиями данной ситуации» «Продолжил Хи Джун Что касается стрелка из тумана, она выразила желание получить его в целости и сохранности» «Значит, все это время он следил за нами» Как минимум он понимает контекст событий последнего дня Скорее всего, ему было приказано наблюдать за нами с момента нападения чисельщиков Вероятно, он уже знает о переговорах с большим пальцем и всем том, что случилось позже А теперь, в своей обыкновенной завуалированной манере, он хочет сказать, что непрямой приказ Диас — это устранить Эдгара «Я не собираюсь убивать этого человека!» — решительно ответила я «Как будто бы вы сможете!» — решив все за меня, отозвался Эдгар, ринувшись на нас «Безра, останови его!» — крикнула я Она кинулась на перерез Эдгару, едва сумев сдержать его рывок с помощью своего неидеального психомента, проступившего на ее теле Должно быть, он появился как результат сильного желания защитить меня «Да что с вами не так?» — прорычал Эдгар «Ради чего это все? Ради денег?» — сомневаюсь «Это все ваши желания и вера!» — «Вот только в них нет ничего истинного!» — «Они сами грызут вас изнутри!» «Вы внушили себе, что делаете это ради правосудия и чести!» — «И пощадили меня, только чтобы разобраться с этими негодяями из синдиката!» «Такие ложные мотивы быстро разбиваются на осколки!» «Или быть может ваши принципы настолько ничтожны, что могут измениться по любому удобному поводу!» «Если это так, то вещи, в которые вы верите, ничего не стоят!» «Я крепко сжала свою трубку в зубах!» «Как и сказал Эдгар, все, что я делаю, я делаю лишь только для себя!» «Для своего искупления!» «Жалости!» «Себе!» «Есть цель, которую я должна достигнуть!» «Больше ничего не имеет значения!» «Я живу лишь ради этого!» «Я выдохнула дымку бледно-синего цвета!» «Бирюзовая пыльца покрыла тело Эдгара!» «Детектив, зачем?» — закричала Эзра. «Спасибо, что оказали мне на то, что я и так болезненно осознаю, Эдгар!» — сказала я. «Именно ради моих извращенных желаний я не убью вас!» «Ранг!» — взревел Эдгар. «Вновь пришло время нести правосудие!» «Его броня начала сиять и искриться!» «Похоже, он использует все возможности своего доспеха!» «Отпихнув Эзру в сторону, он ринулся ко мне!» «Но его целью была не я, а стрелок из тумана!» «Вспышка синей молнии сверкнула вдоль улицы!» «Он опустился на четвереньки, мчаясь на невероятной скорости, и теперь еще больше напоминал волка!» «Но он не смог достичь конечной точки своего назначения!» «Чем дальше он продвигался, тем медленнее становились его движения!» «И, наконец, они стали почти неуловимы глазу!» «Ух!» — воскликнул стрелок. «На мгновение мне показалось, что вы действительно собираетесь сдать меня!» «Он покинул свою позицию для стрельбы и направился к нам!» «Тем временем Эзра повернулась ко мне со слезами на глаза!» «А потом произнесла ледяным тоном!» «Детектив, ваше слово ничего не стоит!» «Веспа убрал меч в ножны и тоже направился к нам!» Похоже, ситуация так или иначе разрешилась. «Нет! Я этого так не оставлю!» Внезапный рев заставил меня вздрогнуть. К моему изумлению, Эдгару каким-то невероятным образом удалось преодолеть мой туман. Он молниеносно просвистел мимо меня и чудовищным треском его кулак разморшил голову бегущего к нам стрелку. Все произошло слишком быстро. Никто из окружающих не ожидал ничего подобного. Для меня все происходящее было словно в замедленной съемке. Словно кто-то растянул пару секунд наших жизней в долгий, заставший в серебряной дымке времени. В бесконечный момент. Я видела, как Веспа попытался обнажить клинок, но он тут же оказался выбит у него из руки нечеловеческим ударом. Меч вонзился в бетон, а второй удар приземлился прямо в грудь Веспы. А затем ход времени словно восстановился. Быть может это побочный эффект бледного дыма. Я никогда не видела ничего подобного. Последние пару секунд словно нарушали сами физические законы. Я и Эзра стояли не двигаясь, порожденные поворотом событий. — Что я говорил вам, Мозас? — сказал Эдгар, поворачиваясь ко мне. — Что пришло время правосудия. И в этот раз я не позволю вам сбежать. — Вот значит, каково твое правосудие? — спросила я. — Убивать людей направо и налево. — Значит, для тебя достаточно смерти человека, якобы виновного в твоих глазах. — Именно. — процедил Эдгар, моментально сближаясь со мной и поднимая в воздух за горло стальной хваткой. — Эта рука в любой момент может прервать мою жизнь. Эзра попыталась было отбить меня, но у нее ничего не вышло. Она просто была отброшена назад. И это, я полагаю, еще не вся его сила. — Стрелок мертв, ровно как и люди большого пальца, — прохрепела я. — Ты знаешь, кто мы на самом деле? Какая у тебя теперь мотивация? Убьешь нас из простой ненависти? — Думаете, слова спасут вашу жизнь? — наклонил голову он. — Нет. Просто описываю текущую ситуацию. Мой голос все слабел. То, что ты сейчас делаешь, не особенно отличается от деяний Синдиката. До моих ушей достиг легкий, но настойчивый звон, доносящийся из доспеха Эдгара. Мгновение он прислушивался, а потом с раздражением грубо бросил меня на землю. — Да, да, Ран, ты как всегда прав, — пробурчал Эдгар. Я закашлялась, плывя ртом в воздух. Тем временем он стоял надо мной, пристально сматриваясь в меня. — Я запомню вас, Мозес, детектив искажения. И ваших людей тоже, — прокремел он. И вы помните обо мне, пребывая в этом гнезде. Наконец, посмотрев на меня в последний раз, он растворился в тумане. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова